Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о различных методах смешения вина и винограда для приготовления вина. И, конечно, я расскажу о своем опыте и о том, что из этого всего применимо при домашней виноделии. Домашние виноделия, я всегда подчеркиваю, для меня это то вино, которое мы производим дома в небольших количествах, исключительно для собственного потребления. Итак, начнем. Всем знакомое слово купажирование, купаж. Что это такое? Это смешение уже готового вина различных сортов. Сам по себе этот термин появился где-то в XIX веке и на тот момент дозволялось, в том числе и при купажировании, применять воду. Но сегодня это только смешение вин различных сортов. Основная цель купажирования – это улучшение качества вина. Как по внешнему виду, так и по вкусовым качествам. Второй термин – это сипаж и сипажирование. Под этим словом в различное время понималось очень разные вещи, но для нашего понимания, то есть это смешение винограда до момента брожения различных сортов до момента брожения. То есть если купаж у нас готовое вино, которое уже отбродило, оно полностью готово, и мы его смешиваем между собой, то сипаж – это мы изначально смешиваем, а уже потом запускаем весь процесс. На сегодняшний день этот термин употребляется немножко по-другому. У французов он вообще употребляется как сорт. И слово сипаж заменяет на соферментацию. Ну, наверное, я так и буду говорить. В любом случае вам будет понятно, что я имею в виду. И еще одно слово – это ассамбляж. Ассамбляж – это более тонкое смешение вин, гораздо более тонкое, чем купажирование, вплоть до того, что, например, один сорт произрастает на большой территории, вот с разных участков собирают, ставят отдельно, а потом уже тоненько-тоненько смешивают и смотрят, насколько это влияет на вкусовые качества. Ну, этот термин мы вообще не будем употреблять, потому что для нас домашних виноделов имеющих небольшие земельные наделы, это, в общем-то, недоступно. Ну, и смысла в этом нет, потому что не настолько у нас большие участки, но кто-то для домашнего вина виноград вообще покупает. Итого у нас остается купаж. Конечно, некоторые виноделы профессиональные, они считают, что моновино – вот это самое лучшее. То есть вино приготовлено из одного сорта. Но тут тоже существует разное мнение. Кто-то считает, что это хорошо, кто-то считает, что может быть не очень, к тому же зависит от года, зависит от природных условий. То есть иногда некие смешения, они имеют смысл. И встречала в различных источниках, что все-таки всепожирование, то есть смешение до брожения, оно лучше. И итоговый продукт, итоговое вино, оно получается с более богатым ароманом, вплоть до того, что встречала там различные химические описания, как вот взаимодействует между собой готовое вино, и как взаимодействует между собой вот то, что мы изначально смешали разные сорта, то есть при смешении разных сортов, перед брожением. Ну, некоторые считают, что это, ну, как бы меньше химических конфликтов, но мы в это не будем вдаваться подробно. Что делаю я? В основном, все мое вино, это продукт совместной ферментации. Единственное, что я ставлю отдельно, я ставлю отдельно вино из сорта Реформ. Он у меня созревает раньше всех, и остальных он просто не дождется. Поэтому я использую его отдельно. И в этом году я еще поставила часть из Антония Великого. Несмотря на то, что это столовый сорт, у него потрясающая сока отдача. Я изначально планировала все запустить на уксус, но потом пожалела. Пожалела, решила попробовать, почему бы не сделать из этого вино, вообще увидеть, что будет в результате. Все остальное, повторюсь, это совместная ферментация. То есть я все смешиваю. Почему? На сегодняшний день у меня порядка 60 сортов винограда на моих 600-ках. Из них 14 это технические и универсальные сорта. Понятно, что еще не все вошли в свою силу, ведь наградник молодой. Но даже если мы будем брать вот такие уже довольно старые кусты. Зилга дает где-то 30 килограмм. То есть, смотрите, мне надо будет ставить отдельно 20 литров. Ну, в основном бутыль у меня 20 литров. 20 и 10. Русский ранее дал 20, ну, его отдельно. То есть для того, чтобы ставить это отдельно, надо невероятное количество посуды. И более того, потом все равно у нас идет снятие с осадков, переливы, доливы и прочее. Так или иначе, ну, во-первых, 14 банок, ну, даже 10 возьмем. Расставить дома, на даче, это, ну, довольно трудоемко. Да и банок у меня, честно, столько нету. И под каждый сорт подбирать, ну, не совсем это удобно. Поэтому я оставлю все вместе. И стандартная моя смесь получается. Это Зилга, Симоне и Русский ранний. Надо сказать, что очень хороший ансамбль. Получается хорошее, вкусное, ароматное вино. Легкое, совершенно без кислоты. Хотя я делала сухое вино, не добавляю сахара, ничего. Но получается очень хороший, вкусный продукт на выходе. Хотя, конечно, с этим нужно экспериментировать. Литовцы мои в этом году дали первый урожай. И все вот эти розовые, часть белых сортов. И тоже они пошли в отдельную смесь. Но почему пошли в отдельную? Потому что собирала я первую партию чуть раньше, эту чуть позже. Постараюсь их подержать отдельно, чтобы посмотреть, что там получилось. Но скажу, что пока снималась осадка, аромат на кухне был такой, что можно было просто удавиться слюной. Настолько это было вкусно, ароматно, душисто. Ну, что выйдет в итоге, посмотрим. Вообще, вот у меня получается, что вот эти сипажи, смешения, они случайные. Одно созревает в одно время, другое созревает в другое время. Соответственно, так я их и смешиваю. И надо сказать, что результат, на самом деле, получается очень хороший. Хотя с этим можно экспериментировать. Например, если у вас растет несколько мускатов, значит, можно смешать в одну емкость мускаты, в другую емкость смешать еще что-то. Кроме того, можно смешивать что? Например, у вас есть изабелла и какой-то более сладкий сорт. У изабеллы, помню, высокая кислотность. Соответственно, а какой-то более сладкий сорт, может быть, он даже будет очень сладкий, вот вы смешаете вместе и добьетесь хорошего результата. Вы повысите и сахаристость того сусла, снизите его кислотность за счет вот этого разбавления более сладким. Ну, в итоге выйдете на качественный продукт. Многие из вас спрашивают, а можно ли смешивать в процессе? Я не знаю, что по этому поводу думают профессиональные виноделы. Но мое точка зрения, что, конечно, можно. Ну, тоже так получилось, да? Давайте исходить из того, вот у нас есть домашние условия, вот у нас есть две емкости. Например, даже сняли с осадка, там получилось немножко, там получилось немножко. Слили в одну емкость, что от этого произойдет? Ничего. Да, немножко может вкус поменяться. Если боитесь, особенно когда процесс приближается к концу, возьмите в кружечке, смешайте в маленькой, попробуйте. Нравится вам то, что получилось или нет? То есть, ну, тут нам чем хорошо, что мы делаем для себя под свой вкус, под свои потребности и под свои вкусовые предпочтения. Поэтому мы можем смешивать так, как хотим. Да, вот, ну, понятно, опять же, почему в промышленности вот есть эти термины, потому что вот сначала процесс запускается, они все смешивают, либо потом в конце они все смешивают. Но там в большинстве своем оно идет все по закрытым системам. То есть, смешать в процессе не совсем возможно. А у вас такая возможность есть. Даже если у вас одно стало вино чуть раньше сусло бродить, второе чуть позже, если вы понимаете, что у вас есть потребность смешать, опять же, потому что там, например, пересыпали сахара. Очень часто такое бывает. Ну, уже на следующий год, наверное, буду специально рассказывать про вот эти вот ошибки с сахаром. Пересыпали сахаром, а там сахаро-недобор во втором. Ну, это самый лучший вариант и самый простой. Просто смешать это сусло между собой. Пусть оно дображивает. Сильно страшного ничего вы из этого не сделаете. И еще раз повторюсь, то есть, если в чем-то сомневаетесь, смешайте в небольшой пропорции. Попробуйте по вкусу. Понятно, что сусло пробовать. Сусло изначально, когда весь сахар выброс, дело будет просто кисленькое. И особых там чего-то вы не почувствуете. Но, в принципе, если вас устраивает, если там никаких не появилось посторонних, чего-то там запаха, вкуса, то, чего вам не нравится, значит, все хорошо. Смешивайте. И не думайте о том, что это плохо. Ничего страшного в этом нет. Тем более, что вы это делаете для себя. Исключительно. И под свои вкусы. Да, я это часто повторяю. Но это действительно так. Когда профессиональный винодел делает, он понимает, что есть рынок, есть спрос, и есть вкусовые предпочтения его покупателей. У вас эти вкусовые предпочтения могут быть абсолютно другими. И, допустим, если у вас, опять же, появилось какое-то кислое сусло, либо очень сладкое, и вы понимаете, а что с ним делать? Ну, водой разбавлять, если уже других вариантов нет, в принципе, можно. Но зачем? Если можно просто смешать два сусла и улучшить качество и одного, и другого, и получить эффект синергии. Почему нет? То есть бояться этого не стоит. При том, что, повторюсь, что я смешиваю, ну, единственное, я смешиваю сразу. Почему сразу? Потому что вот я собираю в разное время, и у меня не было потребности смешивать что-то в процессе. Но где-то может получаться так, что одну бутыль я долила, там, сняла с осадка, и у меня осталось треть бутылки, бутыли, и, ну, нет ничего другого, нет другой емкости. Я в таком случае тоже смешаю. И, например, если на вашем участке растет несколько различных сортов винограда, из которых вы делаете вино, то вы можете путем экспериментов добиться наиболее оптимальных пропорций смешения, ну, чтобы вам было вкусно и приятно это потом пить. Если же вы, например, покупаете виноград для вина, ну, то тоже можно где-то немножечко поэкспериментировать, ну, тут уже по вашему желанию. И подводя итог всему вышесказанному, повторюсь, что мы делаем для себя, для своих нужд, поэтому смешивать либо не смешивать мы решаем сами. Мы тут у нас широкое пространство для экспериментов, для подбора наиболее оптимального варианта именно для себя. Поэтому хотите смешивать, хотите ставить что-то отдельное, ставьте, ну, конечно, в идеале, особенно если это ваш виноград, просто тогда садить несколько кустов одного сорта, чтобы потом вам было удобнее обращаться с посудами, с емкостями и отделять этот сорт от других, либо заниматься только одним сортом. То есть тут, опять же, вы сами себе хозяин, либо вы наоборот выбираете тот путь, что вы садите несколько разных и для себя экспериментируйте, так как вам хочется, в тех пропорциях, которые вам бы хотелось. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще», я оставлю ссылку на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч, пока!